Вы смотрите свежий выпуск экономического календаря. Давайте посмотрим, какие события и публикации повлияют на валютные рынки в пятницу 6 мая. Первыми в 7 утра будут опубликованы данные об объемах резервов в иностранной валюте Национального банка Швейцарии за апрель. В марте резервы увеличились на 5 миллиардов и достигли рекордного максимума. В 12.30 выйдет ожидаемый отчет о занятости США за апрель. В марте уровень безработицы немного повысился, так как больше людей присоединилось к рабочей силе. Но, с другой стороны, рост уровня занятости превысил ожидания. В это же время выйдут ожидаемые результаты исследования рабочей силы в Канаде за апрель. В марте эти данные превысили ожидания, так как уровень безработицы понизился на два пункта, а рост уровня занятости был максимальным за последние пять месяцев. В два часа будут опубликованы данные индекса IVPMI в Канаде за апрель. В марте данные этого индекса не соответствовали ожиданиям, он достиг трехмесячного минимума. И последними в семь часов выйдут данные об объемах потребительского кредитования США за март. В феврале потребители продолжали брать кредиты, и объемы кредитования были больше, чем 14,9 миллиарда, которые были зафиксированы в предыдущем месяце. На этом очередной экономический календарь подошел к концу. С вами была Люси Пол Фриман. В следующем выпуске мы представим вам обзор ключевых событий понедельника. Всего доброго!